Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня в выпуске. В этом году у нас каждую декаду наблюдается в среднем 3-4 градуса высшей нормы. Обстановка накаляется. Жара бьет температурные рекорды, как и где спастись от летнего зноя. Две смены под солнцем, как в солнечной Анапе проводят каникулы юные жители Заполярья. Желаю вам бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Путин. Больше века за плечами старейшая долгожительница Анапского района отметила 105-й день рождения. Глава Анапы провел прямую телефонную линию. За час он принял 18 звонков. С какими вопросами обращались к Юрию Полякову анапчане в нашем материале? Это уже четвертая прямая линия главы Анапы, которая в дополнение к еженедельным приемам дает возможность жителям курорта напрямую обратиться к Юрию Полякову. Юрий Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, у нас сейчас такая ситуация. ЖК Уорренш, 12 микрорайон, дом 36А, введен в эксплуатацию 28 февраля нынешнего года. Но по сей день у нас нет коммуникации, нет отопления, нет горячей воды. По сути, просто железная бетонная коробка. На момент сдачи дома в эксплуатацию застройщик предоставил полный пакет документов, объясняют специалисты городских служб. Но получается, то, что написано на бумаге, на деле не выполнено. Коллеги, давайте разберемся с этим домом. Каждый по своему направлению. Посмотрите, пожалуйста. И весь свод, весь свод. Кому? С Туденикиной. Срок три дня всем даю. Всем. Электрики, тепловики, вода. Все. Тема стихийной парковки у санатория БФО, озвученная главой в понедельник на общегородской планерке, стало поводом для обращения родителей воспитанников спортивной школы «Виктория». Я хочу вам сказать, что это за машины. Это машины родителей, которые привезли детей в спортивную школу. Вот. Я вас прошу, пожалуйста, примите какие-то меры, чтобы какая-то парковка была для родителей. Расположенная рядом парковка платная. Более того, на нее не пускают, рассказывают главе города. Юрий Поляков пообещал разобраться в этом вопросе, но мнение свое не поменял. Ну, по-любому надо убирать. Эти машины там стоять не будут. Я не против. Иной раз, да, там не проехать, я согласен. Но нужно как-то парковку организовать для родителей. Жители отдаленных хуторов тоже вышли на прямую связь с главой Анапы. Из хутора Черной Первомайского округа позвонила молодая мама Ольга. Я хотела вас спросить, возможно ли в хуторе Черном установка детской спортивной игровой площадки? Сейчас как раз на территории Анапского района начинается установка детских площадок. Приобретенных на средства депутатов Законодательного собрания края. Юрий Федорович, мы одну ставим в Юровке, вторую на Ханчихраке. У вас пока не планируем, но в принципе можем подумать, Оля. Потому что детей большое количество, особенно малышей. С каждым годом их все больше и больше. Как бы не хватает очень такой зоны отдыха. Традиционно большая часть звонков посвящена проблемам ЖКХ. Просьбы наладить уличное освещение и отремонтировать дороги прозвучали от жителей Витязева, Субсеха, Гастагаевской, Цибанобалки. По каждому названному анапчанами адресу коммунальные службы рассмотрят возможность скорейшего ремонта. Уважаемые коллеги, ну 80% вопросов это дороги у нас, дороги, освещение, дороги. Попрошу, вот все вопросы, которые задали, Лен, в поручение все. Всем раздай, дай срок, пусть все разберутся, и все нормально ответят. Только не так отвечать, а бы о чем. А конкретно да, а нет. В Анапе установлен новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 36 градусов. От изнурящей жары страдают не только люди и животные, но и зеленые насаждения. Все службы города переведены в усиленный режим работы. Как говорят синоптики, июльский зной – явление временное. Главное знать, как правильно его пережить. Об этом в материале наших корреспондентов. На Анапской метеостанции наблюдения за погодой ведут круглосуточно. Направление и скорость ветра, атмосферное давление, степень влажности – все это влияет на погоду. Высокоточные термометры безошибочно определяют температуру воздуха. По словам специалистов, критическая отметка в 37 градусов не была превышена в этом году. Пока температура держится в пределах климатической нормы. Для курорта это нормальные погодные условия. Тот год был более дождливый, и поэтому температура июнь месяц, июль была более прохладной. В этом году у нас каждую декаду наблюдается в среднем 3-4 градуса выше нормы по температурному режиму. А осадков у нас фактически в этом году нет. Однако из-за низкой влажности и слабого ветра температура воздуха кажется более высокой. И в действительности сейчас очень опасное время, которое лучше переждать в тени. В особой зоне риска пожилые люди и дети. Если касаемо моря, то самое оптимальное время это либо до 10 часов утра, либо после 18 часов вечера. Это наименьший пик солнечной активности. Отказаться стоит и от прогулок под прямыми солнечными лучами. Одежда должна быть из натуральных тканей, головной убор обязателен. Также важно соблюдать питьевой режим. А для профилактики ожогов использовать солнцезащитные кремы. Впрочем, несмотря на советы медиков, каждый спасается от жары по-своему. Фонтаны очень спасают, конечно. Очень освежают. Погода замечательная. Очень рады, что выбрались к вам отдохнуть. Мы очень любим ходить в кино. Там спасаемся. Поэтому мы не рискуем, как некоторые лежат. И до безумия зачем? Мы надели кепки. Мы едим мороженое, пьем холодный чай и гуляем в свое удовольствие. Нам нравится, нас не напрягает ваша жара. Летний зной и отсутствие дождей стали настоящим испытанием и для зеленого убранства курорта. Клумбы и газоны буквально выжигают солнечные лучи. Глава Анапы Юрий Поляков поручил проводить полив растений регулярно и в больших объемах. А зеленители осуществляют работу в вечернее и ночное время суток. Спецтехника выходит на улицы после восьми вечера и возвращается в автопарк к шести утра. В Анапе введен особый противопожарный режим. Ведь из-за засухи даже самая маленькая искра может превратиться в большой пожар. Обращаюсь ко всем жителям соблюдать правила пожарной безопасности. И напоминаю, что разведение открытого огня в любой форме запрещено. Штрафные санкции увеличиваются при этом в два-три раза. Поэтому не подвергайте, прежде всего, опасности свою жизнь и здоровье. А во-вторых, берегите природу. Синоптики обнадеживают. В течение ближайших трех дней направление ветра изменится. Влажность воздуха будет повышаться, а температура, наоборот, снизится на 2-3 градуса. Возможно, даже придут, хоть и кратковременные, но такие долгожданные дожди. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион. С января по июнь текущего года зарегистрировано 17 преступлений, связанных с фиктивной регистрацией иностранных граждан. Об этом сообщил представитель полиции на совместном заседании Общественного совета и комиссии по межнациональным отношениям при главе города-курорта. Содержание так называемой резиновой квартиры – уголовное преступление. Четверо владельцев оштрафованы в общей сложности на 1 миллион 700 тысяч рублей. Еще 13 дел находятся на рассмотрении. С 26 до 116 выросло число выявленных случаев, когда работодатель не уведомлял должным образом о заключении договоров с иностранными гражданами. Всего в ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили около 800 фактов нарушения правил пребывания или трудоустройства физических лиц. На 8% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. 52 протокола выписаны на юридических лиц. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежегодно в Анапе впервые получают регистрацию порядка 20 тысяч граждан. В целом, миграционный поток в первом полугодии сократился. На треть меньше зарегистрировано граждан Республики Армения, на четверть – граждан Украины. В 2015 году первично было поставлено 22 тысячи человек. В 2016-2017 году 20 тысяч человек. Есть основания полагать, что где-то за полгода у нас первично поставлено 10 тысяч человек. По концу года мы примерно были на цифры прошлого года. По-прежнему, основная цель въезда в Российскую Федерацию – это работа частная, туризм и деловая. Самые лучшие воспоминания увезут с собой за Анапы юные жители Таймыра. Они приехали сразу на две смены. У них дома прохладно, на днях даже шел снег. А здесь солнце, море, фрукты – увлекательные экскурсии, занятия в кружках по интересам. Ребята устраивают соревнования по национальным видам спорта, танцуют, разучивают речевки на все случаи жизни. Даже для похода на обед. Все будет ровно, один только шаг, невзгодой уйду, лови добрый знак, фитнес твой. Бодрящая утренняя зарядка под руководством вожатых. На стадионе детского лагеря «Премьера» юные жители Таймыра. Спорт в почете, в том числе свой национальный. Это масс-рестлинг. Нужно перетянуть противника на свою сторону или вырвать палку. Данный вид набирает популярность в России. А это специальная дисциплина – метание аркана. Иван из Дудинки, ему 14, любят спорт. Участник юноармейского движения планирует стать военным. В Анапе впервые. Домой везет массу впечатлений. Особенно запомнилась экскурсия, на которой ребята узнали о быте и традициях народов Кавказа. Гостеприимные, они тепло дают своим гостям. И также мы даем тепло. Для нас выступали заслуженные артисты республики Адыгея. Они нам показывали национальные танцы, сражения на мечах, экстремальные выступления на лошадях. Также во время экскурсии там можно было увидеть много различных животных. Коз, енотов, кроликов и огромного грифа. Он, по-реалому, если честно, огромный. Ребята приехали сразу на две смены. В 42 дня билет в оба конца стоит недешево. Его покупают родители, но раз в два года каждый имеет право на компенсацию стоимости проезда. А путевку же приобрели за счет районного бюджета. У нас дети некоторое море видят в первый раз. У нас вчера в Дудинке было плюс 8. Неделю назад плюс 5 и шел снег. Или здесь мы. Солнце, фрукты, море. Море дважды в день. До обеда и после тихого часа перед ужином. Желтый флаг означает, что купаться разрешено. Несмотря на то, что глубина небольшая, в воде юных отдыхающих сопровождают вожатые и плавруки. Море здесь – один из главных источников впечатлений и вдохновения. Это один из кружков. Здесь лепят из пластилина. Ксении 11 лет. Ей нравится творчество и кулинария. Недавно она побывала на мастер-классе у шеф-повара. Очень классно. Интересно. Хобби кружки нравится. Как море, как мы находим на него. Всякие игры. В одном из кружков занимаются выращиванием овощных культур. Не урожая ради, а для расширения кругозора. Для юных отдыхающих это своего рода экзотика. Национальные мотивы. Мальчики ловят символических оленей. Танец поставила Елизавета Черепанова. Она из села Хатанга, расположенного на одноименной реке. От Дудинки еще два часа лететь на самолете. Этот инструмент у разных народов называется по-разному. В данном случае варган. Это то, что можно легко взять с собой. Так же, как сегодня мобильный телефон, только варган это для души. А на поже место, располагающее к творчеству. Здесь очень жарко, это однозначно весело. Есть разные мероприятия. Запомнилось, как мы на море ходим. Конечно, вообще классно. Тепло, жарко, загореть все могут с удовольствием. Никакого фастфуда и только натуральные продукты. Можно попросить добавки. Уже через пару дней юные жители Таймыра отправятся домой, чтобы рассказать сверстникам об Анапе. А сопровождающие педагоги посоветовали жителям курорта обязательно побывать на российском севере, потому что в каждом найдется место частички тундры. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Более чем вековой юбилей отметила жительница села Витязева. 105 лет исполнилась Мария Нестеровна Сумбаевой. В этот день долгожительница получила поздравления от главы города, депутатского корпуса и президента страны. Мария Нестеровна родилась еще до Октябрьской революции. Во время Великой Отечественной войны строила оборонительное сооружение. У старейшей жительницы села 9 детей, 13 внуков, 18 правнуков и 6 праправнуков. Все ходят, все ее любят, все ее признают. И говорят, у нас есть бабушка старенькая. Мы как бы молодые, а чтобы дети, ну, внуки узнавали, кто, чей тут. И говорят, а это бабушка старенькая наша. С подарками и добрыми пожеланиями Марию Нестеровну навестил глава Витязевского сельского округа Василий Апазиди. Он зачитал поздравительный адрес от президента страны. Подвиг вашего поколения, поколения победителей, будет жить в веках. Объединять наш народ во имя больших создательных целей. Желаю вам бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Путин. Также Марию Нестеровну поздравили председатель Совета ветеранов Иван Куко, депутаты городского совета Леонид Кореофили и Сергей Загвоздин, а также представители социальной защиты населения. В завершение ансамбль народной песни «Рябинушка» исполнил для юбиляршей свои лучшие песни. Почти полмиллиона человек обслужил международный аэропорт Анапа с начала текущего года. Прирост пассажиропотока за 6 месяцев составил 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по июнь Анапский аэропорт обслужил 487 959 человек и обработал более 350 тонн грузов и почты. За отчетный период из воздушной гавани курорта совершено 2424 самолета вылета. Причем расширилась география полетов. В летном расписании добавились более 40 направлений. Сегодня из международного аэропорта Анапа можно улететь в любой регион страны. Напомним, в прошлом году здесь был построен новый современный терминал площадью 11 800 квадратных метров и пропускной способностью 600 пассажиров в час. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До завтра. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий – всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова